Дорожники и инспекторы ДПС перешли в усиленный режим работы. Только накануне в городе произошло 15 аварий. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится и в выходные. Как оценивают уборку улиц Владимирца, куда обращаться, если что-то не устраивает, и как не попасть в снежное ДТП, узнала Маргарита Махрова. Мелкий снег идет уже вторые сутки и осложняет движение на дорогах. Водители жалуются, что с утра не только нужно очистить свою машину, но и ухитриться спокойно доехать. Плохо проехать можно было. А вы откуда, где живете, ваш район какой? В Боголюбово. В Боголюбово, скажите, с чем главная проблема? Заметены и дороги, и выезды, или как? Ну и заметены дороги, и плохо посыпано, то есть под покровом снега на дороге скользко. Тормозить вообще невозможно. В соцсетях водители предупреждают друг друга о ситуации на дорогах столицы областного центра и окрестностей. Делятся фотографиями ДТП. Кто-то улетел в кювет или столкнулся, а кто-то чуть не попал под колеса. Чаще всего аварии происходят в темное время суток, утренние и вечерние часы. В снежную погоду, как правило, число ДТП возрастает. Накануне, к примеру, во Владимире зафиксировали более 15 мелких аварий. Госавтоинспекции водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Увеличилось количество съездов в кювет, когда водители на загородных участках дорог неправильно выбирают скорость движения, дистанцию, либо боковые интервалы. Если это возможно, отказаться от управления транспортом на эти часы, дни. Также соблюдать неукоснительно требования правил дорожного движения. Ну а пешеходам, в свою очередь, обязательно в темное время суток использовать световозвращающие элементы. На борьбу со снегом в круглосуточном режиме выходят коммунальщики. От льда и снежной каши очищают как главные, так и второстепенные улицы города. Автогрейдеры работают и в присоединенных территориях. В утреннюю дневную смену сегодня вышли 53 единицы техники и 70 человек в бригадах ручной уборки. По словам коммунальщиков, хотя бороться со снегом трудно, но они справляются. У нас прошли еще ребята сбрасывать снег с тротуара, и вот мы двое подбираем, грузим. Пешеходы говорят, что город в целом чистят неплохо, а управкомпании стараются следить за чистотой во дворах. У меня уж вышло, конечно, все убрано, все хорошо вычистено и вообще хорошо убирают. Без проблем, вроде мне кажется, чисто, нормально убирают. А правкомпанию убирает, да, убирает компанию. Дворник есть. Однако мамы с колясками сетуют, но во дворах снега по-прежнему много. Не проехать. В районе Белого дома можно пройти, а вот куда-то подальше пройти невозможно. В приоритете для коммунальных служб дороги, ведущие к социально важным объектам и оживленные магистрали. Мешают уборки стоящие на обочинах машины. Автовладельцев убедительно просят с пониманием относиться к работе дорожников, а еще не бросать транспорт без присмотра. Это затрудняет проезд комбинированных дорожных машин и для других процессов производства уборки. И днем, и ночью работают. Если в эту ночь, в ночь снегопада, у нас было 52 единицы техники. Из них 24 комбинированных дорожных машин. Как раз в ночь снегопада мы осуществляли все те мероприятия, которые необходимы. Это по сгребанию и подметанию, обработка противогололедных. Глава городадминистрации Андрей Шохин поручил контролировать зимнюю уборку улиц и дворов Владимира начальнику городского управления ЖКХ Алексею Шумнику. Если ваш двор плохо убирают, жалуйтесь в управкомпанию или ТСЖ. В случае, если гололед и сугробы появились на муниципальной территории, а их никто не чистит, можно позвонить на горячую линию Центра управления городскими дорогами по телефонам, которые вы видите на экране. Как спасти утопающего и что предпринять, если человек провалился под лед? На эти вопросы сегодня отвечали спасатели из Владимира. Они провели показательное выступление на Клязьме. Главная цель – объяснить правила безопасного поведения на льду. Спасателей выслушал Алексей Домнин. Основные правила безопасности он изложил в своем материале. Андрей рыбачил на Клязьме и провалился под лед. Теперь его жизнь спасают очевидцы. Такова легенда показательных выступлений спасателей. Роли пострадавшего – водолаз. Из воды его вытаскивают с помощью подручных средств. В подобной ситуации помочь может любой предмет, оказавшийся под рукой. Спасатели рассказывают, можно воспользоваться шарфом, ремнем, веревкой, палкой. Главное – отползти от воды в сторону, откуда пришел. Лед здесь уже проверен на прочность. В советах Андрея можно быть уверенным. Спасатели уже три года помогают людям, которые оказались в чрезвычайной ситуации. У нас по расписанию обход территории каждые два часа. И вот особенно в опасные периоды. То есть мы каждый час входим на лед, на Клязьму особенно. Вот туда. Здесь в Затоне как бы лед схватывается раньше. Толщина леда засекает. Ну сейчас, например, сантиметров, думаю, 15-20 есть. То есть на Клязьме, конечно, меньше, потому что течение сейчас. Не так холодно. То есть на Клязьме стараемся чаще ходить. Главная цель этих показательных выступлений – объяснить правила безопасного поведения на льду. Во Владимире в разгар сезон зимней рыбалки. Скоро школьные каникулы, и дети пойдут на природу. Как себя вести, рассказывают спасатели. Нужно соблюдать все меры безопасности. Если вы выходите на лед, на лыжную прогулку, или просто отдыхать на рыбалку, значит, обязательно нужно советуем, рекомендуем даже, значит, выдвигаться группами. Что если вдруг случится чрезвычайная ситуация, чтобы было кому оказать вам посильную помощь. Но что делать, если рядом никого нет? В этом случае можно воспользоваться вот такой веревкой с гвоздями на концах. Она поможет выбраться. Но если под рукой нет и веревки, то для начала необходимо скинуть тамокшую верхнюю одежду и снять обувь. Это поможет остаться на поверхности. По словам водолазов, у человека есть всего около 10 минут, пока он не потерял силы в холодной воде. Получилось выбраться – перекатывайся. Это одно из правил, которые помогут снова не уйти под лед. Но чтобы не приходилось выбираться из воды, лучше всего предварительно убедиться в безопасности ледового покрытия. Лед должен иметь плотную структуру, темно-синего или зеленоватого оттенка. Если лед такой светлый-серый, как правило, он имеет пористую структуру, значит, он напитан водой. Поэтому даже при более большой толщине он является менее прочным, чем лед другой структуры. В этом сезоне, по словам Евгения Мысева, ни одного факта провала человека под лед не зафиксировано. Но это не причина не думать о своей безопасности. Предупрежден – значит вооружен. Подводит итог спасатели. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Стопроцентный переход на цифру откладывается. Речь идет об эфирном телевидении. Аналоговый сигнал 1 января не отключит, как обещали ранее. Кстати, у нас региональное аналоговое телевидение уже смотрит не так много людей. Всего 15% населения. С какими проблемами зрители могут столкнуться при переходе с одного формата сигнала на другой? На что могут рассчитывать льготники в случае, если им понадобится дополнительное оборудование? И что нужно еще, кроме телеприставки, чтобы телевидение было не только цифровым, но и бесплатным? Эти вопросы рассматривались в общественной палате. На заседании работал Александр Инин. С наступлением Нового года аналоговое телевидение не исчезнет. Его отключение перенесли на лето. А это значит, всем, у кого рядом с логотипами каналов буква «А», надо пробовать переключать телевизор на цифровой сигнал. Если не получается, нужна специальная приставка. Стоит она в среднем 800-900 рублей. Для пенсионеров и инвалидов это порой большие деньги. А ведь они льготники и могли бы получить ее бесплатно. Но во Владимирской области, оказывается, к сегодняшнему дню чиновники не проработали механизм выдачи компенсаций за телеприставки. Действительно, в бюджете нет сейчас этих выплат. И мера соцподдержки будет, безусловно, каким-то образом рассмотрена и решена. Мы знаем количество граждан, которые нуждаются в мерах социальных поддержек. Знаем эти категории. Эта цифра тоже сейчас уточняется. Но даже если зритель самостоятельно может купить приставку, не факт, что он увидит цифровое эфирное телевидение. Ведь все антенное хозяйство у нас разрушено еще с начала 90-х годов. Антенны на крышах многоквартирных домов либо покосились, либо упали, либо их нет вообще. Директор областного радиотелевизионного передающего центра бьет тревогу. Его организация наладила оборудование для приема цифрового эфирного телевидения, а принимать его не на что. Эти антенны завалили, потом ремонтировали кровли, завалили, не восстановили. И это хозяйство у нас, в общем-то, загублено. И поэтому человеку хотелось бы смотреть бесплатно эфир, но только он не может, потому что дом многоквартирный, а прямой видимости с мачты нет, поэтому принимать ничего на комнатную антенну не будет. Директор ОРТПЦ просит зампредседателя облпарламента Романа Кавенова помочь. А именно, законодательным путем обязать управкомпании восстановить антенны на крышах многоэтажек. Вопрос явно не в компетенции парламента нашей области. По сегодняшнему законодательству, антенны управкомпании должны восстанавливать только по решению собственников квартир. Приниматься такое решение должно на общих собраниях жителей многоэтажки. Директора ОРТПЦ настолько волнует вопрос, что он вышел с ним на общественную палату. Понимая, что в нее входят узнаваемые люди, которые могут поспособствовать решению проблемы, Виталий Чубарин попытался сделать членом общественной палаты комплимент. Но председатель Наталья Юдина, видимо, этого не поняла. Я понимаю, что общественная палата – это лучшие люди здесь. Это как бы сливки нашего Владимирского общества. Мы так себя не позиционируем. Что? Мы так себя не позиционируем. А я думаю, что лучше. А, нет, тут все самые худшие. Ну, тоже неплохо. Хорошо. В итоге к проблеме решили подключить волонтеров. Многие и так присматривают за одинокими стариками и инвалидами. Заодно проконтролируют, чтобы те вовремя перешли на цифровое телевидение. Кстати, 2018-й – это год добровольца. И тех, для кого волонтерство – не пустой звук, а образ жизни, сегодня наградили почетными грамотами. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал. Далее коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможности мужчине грозило до двух лет лишения свободы. Но супруга погибшего простила обвиняемого. Позже это сделали и родители, потерявшие сына. Петушинским районным судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Сядет за сломанную челюсть. Октябрьский районный суд вынес приговор Владимирцу, устроившему драку в ночном клубе. История произошла 22 июля этого года. В тот вечер подсудимый проводил время в увеселительном заведении в центре города. Внезапно у него возник конфликт с незнакомым молодым человеком. Двое мужчин вышли выяснять отношения на улицу. И там подсудимый нанес пострадавшему несколько сильных ударов в лицо. В результате парень получил двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков. Ему уже сделали несколько операций, но лицо по-прежнему обезображено. Появился дефект речи. Суд назначил любителю подраться три года лишения свободы в колонии общего режима. Колкову нашли замену. За социальную политику в 33 регионе теперь будет отвечать Марина Чекунова. Она приехала из Москвы и в должности в Рио первого зама губернатора с сегодняшнего дня. Ей 55 лет. Окончила историко-филологический факультет Университета дружбы народов. Работала в партии «Единая Россия» у губернатора Подмосковья в администрации президента. Помогала министру труда и соцзащиты Топилину. В отличие от Колкова, который был просто замом, Чекунова после согласования ее кандидатуры с ЗАГС Собранием может стать первым заместителем губернатора. А поскольку первых заместителей у Сипягина может быть всего три, в просто заместителя уже разжаловали Александра Байера, который пришел в команду нового губернатора отвечать за ЖКХ. Полицейские отправились в новогодний патруль. Благотворительный автопробег с таким названием стартовал по инициативе МВД России. Первой точкой маршрута стала Владимирская область. Ковровские полицейские нанесли визит в детский дом поселка Мелехово. Малышам рассказали, как поступить на службу в органы и поделились личным опытом. Полицейские поинтересовались, знают ли ребята правила личной безопасности. Детям задавали вопросы, как вести себя с незнакомцами и что делать, если малыш потерялся в городе. Выяснилось, что воспитанники детского дома знают все правила безопасности на отлично. Малыши поблагодарили полицию за праздник и подарки. А новогодний патруль отправился в другие детские дома страны. Они исследуют леса, изучают озера и помогают взрослым сохранять природу Владимирской области. Сегодня юные экологи региона представили свои научные работы на областной исследовательской конференции. Победители будут представлять Владимирскую область на Всероссийском экологическом фестивале. А их доклады дополнят страницы «Красные книги» нашего региона. Подробнее Оксана Любимба. Это конференция юных любителей природы – региональный этап ежегодного Всероссийского экологического фестиваля «Древо жизни». Открытия начали с награждения победителей конкурса фотографий, плакатов и рисунков, посвященных особо охраняемым природным территориям Владимирской области. Михаил Ларин получил диплом за лучшую фотографию. Ученик 10-й школы Владимира вместе с родителями запечатлел Судогодский гейзер. Природный фонтан поразил школьника чистотой льда и радугой, играющей в брызгах воды. О красоте, которая рядом, Миша решил рассказать окружающим. Чтобы другие увидели эту красоту, потому что многие не знают этой красоты мира нашего. Там так красиво было, что две ледяные стены, на них снег, и это так красиво выглядит. С одной стороны там просто стена, и из-за нее выливалась немножко воды. Чтобы принять участие в конкурсе, дети рисовали, фотографировали и писали эссе о растениях и животных из Красной книги Владимирской области и памятниках природы родного края. На конкурс прислали больше семи сотен работ, и в каждой, говорят члены жюри, искренняя детская любовь к природе. Есть такие плакаты, которые настолько призывают к сохранению природных ресурсов, к сохранению краснокнижных видов животных и растений, что на самом деле эти плакаты можно было бы тиражировать, размещать в каких-то общественных местах, для того, чтобы те же самые взрослые видели, какое отношение детей к этой проблеме. Свои экологические доклады к нынешней конференции подготовили 17 участников из всех районов области. Андрей Котлеров из Мурома летом изучал озеро Широха в Меленковском районе. Оно считается самым чистым озером Владимирской области. В своем докладе Андрей предложил запретить въезд машин на берег водоема. Его исследование показало, что отдыхающие совсем не берегут уникальные природные места. Мусор встречается, кострищ очень тоже много. Хотя есть места для отдыха, их много, в принципе, там все обустроено, но люди почему-то разжигают свои кострища, делают все свое. И мы как раз, когда проходили вот этот маршрут, мы с собой брали пакет и собирали его. Весь мусор мелкий. Исследовательские работы участников конференции – это реальный вклад в сохранение природы. Во время исследований школьники делают настоящие открытия, которые потом помогают специалистам вписывать новые страницы в Красную книгу Владимирской области. Убеждаемся в том, что дети правильно определили то или иное растение или нашли то или иное гнездове птицы, редкой птицы, хищной, допустим. И это еще одна точка в нашей Красной книге. Это такая глушь, это такие дальние места, где не каждый человек может пробраться. А вот наши детки вместе со своими преподавателями или даже с ответственными родителями посещают такие места, находят и сообщают нам об этом. Победители региональной конференции будут представлять свои работы на Всероссийском экологическом фестивале в Москве, главным призом которого будет поездка в лагерь «Артек». Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал. Поучаствовать в экологической акции, написать письмо Деду Морозу и насладиться национальными грузинскими танцами. В эти выходные Владимирцев ждет много интересных событий. Афишу самых ярких из них подготовили для вас мои коллеги, а я представляю ее вашему вниманию. Интересное развлечение для Владимирцев в эти выходные подготовили городские парки. В субботу Добросильский приглашает на программу «Осторожно, снегопад». Она начнется в 11 утра. В Центральном парке культуры отдыха в полдень предлагают слепить фигуры снега. Там пройдет акция «Веселый снеговик». Загородный парк в субботу в это же время проведет экологическую акцию «Домик для птиц» в здании. Администрации парка проведут мастер-класс по изготовлению поделок и домиков для пернатых. Материалы для работы можно принести с собой или получить на занятия. Кроме того, если кто-то из юных посетителей решит повесить свой домик и накормить птиц, специалисты расскажут и покажут, где и как это лучше сделать. В воскресенье 9 декабря в парке культуры отдыха «Дружба» пройдет мастер-класс под названием «Волшебное письмо». В начале декабря отмечается необычный праздник – день заказов подарков Деду Морозу. Что попросить у сказочного волшебника и как отправить ему письмо юным посетителям парка расскажут в 11.30. В воскресенье 9 декабря в городском дворце культуры можно будет насладиться национальной хореографией. Перед зрителями выступит ансамбль грузинского танца и меди под руководством Тамазе Джибадзе. Зрители ждут как традиционные хореографические постановки коллектива, так и новые номера. Концерт начнется в 17.00. Читателей научно-популярных книг в воскресенье приглашают на цикл семинаров на базе областной библиотеки для детей и молодежи. В корпусе на проспекте «Строителей-23» их проведут волонтеры одной из общественных организаций Владимира. С читателями пообщаются на тему литературного явления 20 века, известным как «Сайенс-фикшн» или по-русски «Науч-поп». Начало в 14.00. Это все новости на сегодня. Еще больше ищите на нашем сайте 6tv.ru и в наших группах в социальных сетях. Ну и я прощаюсь с вами. Желаю хорошего вечера и отличных выходных. Берегите себя и тех, кто вам дорог. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОД 2 мм артутного столба. Влажность воздуха 93%. Окна Плафен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОД